Дорогие друзья, мы продолжим нашу работу. Поскольку предоставляется опять вот этим человеком, поскольку у него есть продолжение того, о чем он начал говорить. Спасибо большое. Действительно, тема моего сегодняшнего выступления, она несколько больше оказалась. И я бы хотел рассказать вам о Карпинском следе в архиве Гуверовского института войны, революции и мира в Стэнбургском университете Соединенных Штатов Камин. Это Каминфорния, и нам всегда интересно в поездках по миру изучать документальное наследие. И, конечно, мы в основном выявляем наследие семьи Гуверовиков, но также, пользуясь случаем, я готов поделиться с вами материалами, касающимися вообще темы Карпина. Как сведоточие русской эмиграции и большого русского рассеяния в 20 веке. Не зря в 20 веке то, что произошло с русской империей, с русской цивилизацией, называют русской экспансией. Это мирное проникновение в разные государства, разные эпохи, разные сферы по всему миру. И Карпин являлся крупнейшим пунктом средоточия этой русской экспансии. Но несколько слов о институте Гувера, который находится в Калифорнии. Это политический исследовательский центр, основанный Гербертом Гувером в 1919 году, как библиотека материалов, посвященной Первой мировой войне. Гувер собрал большую коллекцию документов, связанных с историей начала 20 века, и передал их Стэнфорд, его альбоматор, чтобы основать библиотеку войны, революции и мира. В год столетия русской революции очень интересно иногда обращаться к таким местам, в которых хранятся уникальные документы по этой теме. Там, например, вот вы видите на экране основное здание Гуверского института в Стэнфорде с его башней, там хранятся личные фонды и отдельные документы таких видных общественных и политических деятелей России и Белого Движения, как генерал Курангин, Керенский, генерал Корнилов, князь Львов, граф Коковцов, русский посол в Париже Маклаков, русский дипломат Гирс, генерал Евгений и многие другие. Интересно, что сохранилась и представлена именно в этом институте коллекция Владимира Конкордовича Абданг-Косовского. Должен вам сказать, на экране вы увидите его фотографию, должен вам сказать, что подлинники тех планшетов, которые были сфотографированы, микрофильмированы в Соединенных Штатах Америки, находятся в Нью-Йорке, в Свято-Тройской духовной семинаре. Но примерно 20 лет назад начался проект по оцифровке и архивированию этих уникальных материалов. Коллекция, которую мы имели возможность изучить в Уверовском институте, состоит из 60 коробок, которые были микрофильмированы, и это материалы, собранные Абданг-Косовским для выставки «Зарубежная Русь». Эту выставку он на регулярной основе проводил в Париже, где проживал. Как выглядела эта выставка? Вот на заднем плане, за его спиной, на фотографии, вы отчасти можете посмотреть. Это такие картоны, на которые приклеивались различные подлинные артефакты, документы, фотографии, вырезки, визитки, рекламные листовки. В общем, все, что являло собой русская иммиграция в самых разных концах земли, кроме Советской России. С 16-го до 62-го года. То есть туда даже попадала какая-то переписка. Производило это своеобразное впечатление на тех, кто это видел. Ну вот отдельные артефакты касаются в этом огромном ряду Харбина. И, конечно, они были расходены по годам. И Харбин возникал в определенный момент. Я не имею за определенным нашим регламентом возможности отдать обзор всех материалов Харбина. А покажу вам только 34-й год. Еще несколько слов об Абдар-Касовском. Вот вы видите на экране годы его жизни. 1886-1962. Родился он на территории современной Белоруссии. А ушел из жизни в Приморских Альпах. В Швейцарии, получается. В Франции, надо уточнить. В Грасс. Это, наверное, Франция. Интересная личность. После гражданской войны он эмигрировал в Тунис. Потом перебрался в Палиш. Собирал свою коллекцию много-много лет. В 44-м году был арестован французскими властями за сотрудничество газетей «Парижский Виль». Член Русского монографического движения. Прожив большую жизнь, он успел напечататься во многих изданиях. В Новом Слове, Русском Воскресении. Союз дворян составил таким образом, в результате всей своей творческой деятельности, 3000 таблет. Вот коллеги из Соединенных Штатов Америки предприняли титаническую работу. Вот вы видите отчасти результаты на экране этой работы по оцифровке этого наследия. Вот на этом кадре показано, что в 12-й коробке в 34-м году фигурирует материал Николая Константиновича Рейхова. В этом огромное время. Поэтому, собственно, мы обратили внимание на эту коробку, надеясь в ней прочитать что-то уникальное, еще никому не ведомое, о Николая Рейхова. И, как и не странно, это оказалось связанным с Харби. И вот эта коробка имеет такую вот замечательную аннотацию, в которой совершенно четко обозначены и годы жизни, и годы коррекции, и из чего она состоит, и где находятся оригиналы. Еще раз повторюсь, это церковь Святой Троицы, семинария в Джондарвилле в Нью-Йорке. Все материалы на русском языке. Итак, давайте посмотрим пример из этих планшетов. Я их выделю, обработал уже некоторым образом, чтобы их можно было увидеть. Сразу скажу, что и в оформлении, и в компоновке, и в многих объявлений, и даже в шрифтах везде чувствуется влияние модерна. Вот слева окошко издания духовно-нравственной православной иллюстрированной журналы «Хлеб небесный». Номер 6 сентября 1939 года. Издавался в Харбине. Там находился Казаншевский Богородский мужской монастырь. Справа объявления эсперантистов, которые тоже находились в Харбине. Еще одно объявление Харбинской русской объединенной гимназии, бывшей имени Пушкина, на артиллерийской 60. Обложка издания Дальневосточного комитета трудовой и крестьянской партии «Русский Паха». Февраль-март 1934 года. Информация о известном ученом Усове Сергея Николаевича, который приехал в Харбину и выступал там с лекцией. Так же, как и Рейд. Следующий кадр – это Рейд. Но первые два изображения сопровождают тот документ, который предъявил Абдам Касовский. Это Борг Чураевки. Здесь очень для него было важно показать будущим исследователям адрес Чураевки. Харбин, Маньчжурия, Садово, 59. 2 июня 1934 года. Именно по этому адресу проживал Николай Константинович. И вот на балконе именно этого дома он стоял, когда его фотографировал фотограф. И обращаю ваше внимание, что основным идеологом и организатором Чураевки, это Христианского союза молодежи, выступил известный писатель Георгий Дмитриевич Гребенщиков. Чернослейдие связано с Алтаем. А справа интересный фрагмент презентации Ольги Кудзоевой, которая из американских источников представила в виде такого шаржа Рейвиха, который стремился поддержать всяческий Чураев православную обитель на совершенно чуждой для православия американской земле. Но идем дальше. Газета «Харбинское время». Ежедневная японская газета. То есть издавалась она на средства Японии. Харбин в 1934 году был оккупирован японцами. Видно, что здесь напечатано, зарегистрировано в японском генеральном кофе в Харбине. И статья главная этого номера 13 июня 1934 года «Русский Харбинь». Следующий номер открывает как раз нам Николай Костинча Рейвиха. Вот так вот вырезал косовские фотографии, компоновал текст из газет и на планшеты свои приклеивал. А вверху планшеты обязательно ставил большими цифрами, специальным штампом, код, чтобы потом не запутаться. Обращаюсь к тому, что всего он подготовил 3000 таких планшетов. И здесь Николай Константинович Рейвих как раз на Харбинском вокзале на Харбинском вокзале единственная песня, кто ее сопровождает. Мы раньше, когда изучали фотографии Рейвиха в Нью-Йоркском музее, Рейвиха не могли расшифровать тех людей, которые на многих снимках. И вот с помощью коллекции Артан Косовского теперь мы знаем, кто эти лица. И еще обращаю ваше внимание на последний, очень примечательный артефакт газета «Наш путь». Девиз газеты «Бог, нация, труд» это фашистское издание к объединению, к оздоровлению, к пробуждению русскому другу, русский русскому друг и брату. Это девиз. Главный редактор, естественно, Радзоевский. Пятница, 24 апреля, 34-го года. Должен вам сказать, что Николай Константинович Рейвих, когда он был в Харбине, был встречен с восторгом определенной частью православной и творческой молодежной интеллигенции. Но были совершенно четкие группы, которые восприняли штыки и развернули огромную деятельность по дискредитации его имени. Это происходило на странице вот этой самой газеты «Наш лук». Это тоже надо знать. Интересно, что многие мероприятия этой газеты благословлялись. Есть заметки о том, как общественное здание было освящено тем или иным православным священником. То есть наша эмиграция в Харбине была очень неоднородна, была поляризована. И Рейвих, конечно, когда приехал в Харбин, он оказался в гуще этой борьбы, этой поляризованной деятельности. И, конечно, он выбрал однозначно те силы, которые выступали за единство нашей Родины, за ее победу. И я сейчас не буду вдаваться в большое комментирование этого вопроса. Закончу свою презентацию одним единственным свидетельством этого. Его картина «Победа». Она была написана в 1942 году. Вот его ответ на все деятельности фашистов. В том числе в русской эмиграции в Харбине. То есть Рейвих, конечно же, выступал за утверждение Советского Союза и за его победу над фашистской Германией. как основы будущей культуры. А на заднем плане этой картины, ну, этого прекрасного, этой красной композиции представлена «Белуха», какова она видится с юга. То есть главнейшая и самая важная с точки зрения священности, сакральности, вершина Сибири, России азиатской. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ